Представители правящей партии действий «Солидарность» будут настаивать на том, чтобы в конечном итоге предпринимателям из Гагаузии налог на добавленную стоимость возвращался из бюджета автономии, а не из государственного бюджета. Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам депутат от ПДС Раду Мариан заявил в эфире Радио Молдова, что положение, согласно которым экономическим агентам из Гагаузского региона, относящим вклад в бюджет автономии, НТС будет возвращаться из госбюджета, будут оспорены в Конституционном суде. Первоначально планировалось предложить другой проект. Сейчас мы проанализировали ситуацию и решили, что лучше обратимся в Конституционный суд, поскольку те поправки, которые были приняты в 2013 году, если я не ошибаюсь, были приняты в нарушение Конституции, потому что они были приняты без заключения правительства. А в Конституции очень четко сказано, что любая поправка, любой закон, который влияет на бюджет, должны получить заключение правительства. Этого не произошло, и мы предпочитаем действовать по процедуре. Если в Конституционном суде можно рассчитывать на уважение и соблюдение процедуры, тогда мы дадим запрос в суд. Мы работаем над этим. В октябре прошлого года парламент утвердил поправки к налоговому кодексу, согласно которым возврат НДС выплаченного предприятиями Гагаузии будет осуществляться из бюджета автономии, а не из государственного бюджета, как это происходило на протяжении почти 20 лет. Автор законодательной инициативы депутат от ПДС Раду Мариан ранее заявлял, что это болезненный процесс для тех, кто пользуется этой привилегией, но он необходим для большей справедливости в обществе. Если вы собираете НДС с экономических агентов, то будьте добры, примите участие в возврате этих налогов, сказал тогда депутат ПДС. Добавим, поправки вступили в силу 1 ноября 2023 года. При этом гагаузские чиновники утверждают, что не могут полностью возмещать НДС, так как не весь налог поступает в бюджет, а это приводит к значительным убыткам и недофинансированию важных социальных проектов. Законопроект подвергся критике со стороны Башкана Евгения Гуцул, а также депутатов автономии, недовольных решением правительства урезать их бюджет. Впоследствии группа депутатов-социалистов и депутатов Народного собрания Гагаузии обратилась в Конституционный суд, который признал положение Налогового кодекса неконституционными. Таким образом, согласно решению суда, налог должен возвращаться из государственного бюджета.